Надёжный источник. Уже 45 лет. Сурский гидроузел стабильно обеспечивает пензу и заречной водой. А благодаря бетонной плотине и её семьи гигантским затвором ещё и защищает областной центр от потопа. Водохранилище горожане по привычке называют Сурским морем. Не мудрено, ведь объём чаши 560 миллионов кубометров. Стратегически важный объект был построен в 1978 году. В декабре его сдали в эксплуатацию. С того момента гидротехническое сооружение без аварий и ЧП служит людям. Недавно здесь провели реконструкцию, на что потратили 360 миллионов рублей. Сделали новый машинный зал. Заменили около двух километров троса. В общем, металл конструкции было около 400 тонн бетона уложили. Освещение сделали полностью новое. Плотина, так сказать, обновилась. Помолодела. Поэтому ещё в ближайшие 15-20 лет никаких затрат здесь не нужно. А здесь находится цифровое сердце гидроузла. Некоторыми процессами управляет современная электронно-вычислительная машина, но под круглосуточным присмотром оперативного дежурного. Компьютер и техника – это, конечно, хорошо, но человеческий фактор тоже играет огромную роль. Всегда нужно перепроверять и уровни проверять, соответственно, также на затворы подняться. Там тоже есть линейка, шкала, всё перепроверить. На электронику только надеяться нельзя. Кстати, в марте 1996 года на объекте провели первый и до настоящего момента единственный в нашей стране специальное учение, которыми тогда руководил Сергей Шойгу Организации защиты населения и территории при разрушении плотины гидроузла в Пензе. В настоящий момент Сурский гидроузел работает в так называемом санитарном режиме. Открыты два водосливных пролёта, каждый пропускной способностью 12,5 кубометров в секунду. А в период паводка этот объём может достигать 2500 кубометров. На торжественное мероприятие по случаю 45-летнего юбилея Сурского гидроузла собрались не только его действующие сотрудники, но и ветераны отрасли. Десятки лет проработавшие на плотине. Я хотел бы, чтобы сегодня все здесь отдохнули, получили поздравления, зарядились бодростью. Вы видите, что мы не стоим на месте. И очень серьёзная проделана работа была. От лица губернатора Пенинской области Олега Владимировича, от правительства Пенинской области, от лица министерства, от себя лично тоже. Поздравляю вас с таким событием. Желаю вам всего наилучшего. Отличившиеся сотрудники получили различные ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности, а также ценные подарки.